Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять ограничения на использование дальнобойного оружия. Об этом он заявил в своем выступлении в рамках четвертого саммита Европейского политического сообщества. По словам Зеленского, чем эффективнее будет противовоздушная оборона Украины, тем беспомощнее будет Путин. «Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, из которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, наших людей, наших детей и места запуска российских ракет, все это должно быть уничтожено». Зеленский отметил, что европейские страны сохранили единство и действуют вместе. А это означает, что Путин не достиг своей главной цели. Ему не удалось расколоть Европу. Но если кто-то в Европе пытается решить вопрос за чужими спинами или даже за чужой счет, если кто-то хочет совершать какие-то поездки в столицу войны, чтобы поговорить и, возможно, что-то пообещать вопреки нашим общим интересам, то почему мы должны обращать внимание на таких людей? ЕС и НАТО также могут решать все свои вопросы без них». Президент Украины подчеркнул, что ВСУ остановили российское наступление на Харьков. Путин пожертвовал десятками тысяч солдат, но не достиг ничего существенного. По словам украинского лидера, это стало возможным благодаря храбрости украинских воинов и храбрости партнеров, которые сняли ограничения на использование западного оружия вдоль границы. «Привело ли это к эскалации? Нет. Наоборот, это помешало попытке Путина расширить войну. Был ли какой-то ответ Путина? Нет. Даже когда российская ракета поражает онкобольных детей, это лишь демонстрирует зло, которое мы уже увидели со стороны России в этой войне. Итак, мы должны действовать максимально смело, чтобы достичь результата». Владимир Зеленский подытожил, что войну можно направить к справедливому завершению силой оружия и дипломации. Поэтому он обратился ко всем лидерам западных стран предпринять необходимые шаги, которые способны усилить храбрость. По его словам, эта храбрость может стать решающей для мира. Редактор субтитров А.Семкин